ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гомель признана лепшим областным городом по санитарным стане и доброупорадкованием. За перемогу в республиканском огляде он узнагородженный специальным вымпелом и грошовой премией у померы 8 тысяч базовых величин. По улице Хлебшага города Беларуси проехал Олег Синцеров. Упрыгоживанием города гомельчане займались завсюды, правда, в ответственности с потребованиями своего часу. Вот эта скульптура створена еще до великой чины войны. Хлопчик и девчинка, які назираюсь за пингвинами, верогодні за все у зоопарку. Яким чином эта скульптура заховалася до нашего часу, сказать тяжко. Але с кропки гляжня истории городской архитектуры она и сегодня могла бы стать отметной особливостью гомеля. Тем больше, что скульптуры тут завсюду любили и находили сродки для их установки. Ященна местовая славутость – фонтаны. Яны открываются практически 100 год. Все ли это, наприклад, после капитальной реконструкции почне функционовать одновленный фонтан у сквера имя Громыки. У Волгу, как подтвердить статус слепшего, гомеля пришлось вытримать довольно жорсткий экзамен. Рашение принималось сгодно за оценками, які выставляли клядесяти министерств и ведомств. От Минприроды и Министерства оховы здоровья до Министерства архитектуры и держком майомости. Важна усе и транспортная инфраструктура, и объемы перепрацованных отходов. Предприятие наше «Спецкоматранс» уже несколько лет является лидером в Республике Беларусь по сбору, переработке, вовлечению в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов. Один из разделов усмотра конкурса – ночное оформление города. Мы здесь тоже лидируем. Все помнят по Новому году, как мы подготовились, какой город был, какой эллиминационный, какие подсветки зданий. Звучение птушинного полета – это бачно особливо добро. Гомель – соправды зеленый город. Причем, навык новобудовли на такую ситуацию практически не уплывают. Гомельчане не только имкнутся заховывать уже иснующее насаджение, а ле и что год высаживать тысячи новых древ. У Вогли за пошли пять годов город уже у третий раз становится лепшим в республиканском огляде санитарного стану и доброго порадкования. А тому вымпел-пераморство, отременный у минулом годе, знов застанется у Гомеля. Что-то из сагомельчан, то и они намагания местовых уладов потребляют и сами имкнутся зарабить город утульным для життя. За пошли два-три десяти годы, кажут, и он видовочно зменився у лепший бок, и это вельми приемно. Благоустроили наш парк центральный, набережную очень красивую, и вечером уже подсветка есть очень красивая, хорошая. Я бы сказала, что, конечно, чистота в городе очень хорошая, цветов много. Садят летом вообще очень клумбы такие ухоженные, красивые. Конечно, конечно, не сравнить, что тут говорить. Естественно, Гомель красивый город. Я в нем живу всю жизнь, 62 года мне скоро, и я горжусь своим городом Гомелем. А прича Гомеля у своих категориях, якея задержит от койкости жихоров, лепшими у республиканского глядя санитарного стану и доброупорадкования стали так само Рогачев, Житковича, Нароля и Туров. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадокомпания Гомель. За Чешского градец Краловы на Полесские земли. На Мазырске на автоперепроцовочный завод прибыла гигантская цистерна вагой 100 тонн. Груз рекордного по меру проехал 665 километров. Причем не обошлось и без прыгод. Группу сопроводжения и саму цистерну на подъезде до Мазыра сустрели наши коллеги. В пятничный вечер на выезде звездки Боброняты увагово-тауматоров притягивала незвычайная композиция. Спецтранспорты и некальки машин с разными замежными номерами сгруппавались в окол автотехника с велизарной ёмистостю. До Мазырского на автоперепроцовочного завода, куды специалисты доставляли сепаратор низкого тиску, для утилізації серы заставалося усяго некальки километров шляху. Але именно витагэт и заключный рывок оказауся целеть не самым тяжким на беларускому участку подорожа автоколоны. В проекте специалисты Белдор-центра предусмотрели несколько возможностей его проезда. Но, к сожалению, одну из них пришлось отбросить сразу же, поскольку для неё нужно было перецеплять тягач. Этого, по техническим соображениям, мы сделать не могли. Вторая также отсеялась, так как были сложности с разворотом на ограниченном участке. Не позволяла ширина дороги. И пришлось придумывать третий вариант. Он был также безопасный. Оптимальное решение, якое грузоперовозчики наглядно адлюстровали на пяску, оказалось и нечаканным, и визуально эффектным. Переодоливши транспортную развязку «Празмост», тягач на моста, сорока шоторых колах, полтора километра шляху и шоу задним ходом. Для безопасности транспортировки «Аутотехник» супроводжали не только дорожные службы и ДАИ, но и специальный сигнальщик. Яны спонялись устречный транспорт и кировали проездом «Аутоколонны» у складанных в узких местах. Путь данной емкости по Беларуси занял три дня. Хотя по плану мы должны были ехать четыре дня, но мы сделали невозможное практически. Каждый день мы проезжали чуть-чуть больше запланированного, примерно на 50 километров. Это позволило сократить путь на день. По пути у нас были отключения высоковольтных линий 330 тысяч вольт, 220 тысяч, 110 тысяч вольт. Чтобы минимизировать потери, мы стремились завершить данную перевозку как можно раньше. По сукупности всех параметров, эта грузоперевозка оказалась рекордной не только для Мазырского НПЗ, но и для всей страны. Усяго 185 тонны аутотягник с Яганской цистерны проехал по Беларуси 665 километров. До ужиня цистерны больше за 23 метры. Диаметр омаль 6 метров. А сам аутотягник, який вез ее местность от ческого творца города Градецк-Кралова, перевышал 35 метров до ужиню. Мы этим проектом занимаемся где-то 4-5 месяцев. Но этот товар, эта емкость, мы как в Чехской Республике. На пропрацовку и узгоднение маршрута доставки сепаратора прошло 4 месяцев. Представники международной компании поспели становше оценить якость белорусских дорог. А самым тяжким участком назвали все-таки Чехию. Катерина Юрченко, Светлана Груцькович, Аслав Прописнов, Телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании Гомель. У Сираду 17 мая наместник министра финансов Республики Беларусь Владислав Татарынович проведел в Рогачеве прием громадян и юридичных особ. Звернуться с хвалюющими питаниями можно у райвыконкам по адресе в улице Интернациональная, 7, кабинет 102. Попередние записи ожитявляются по номерах телефонов, которые вы сейчас видите на своих экранах. Почався призыв во Узбройные силы Республики Беларусь. Сегодня с Гомельского областного сборного пункта у армию отправлены первые новобранцы. Какие пожадания прогучали у их адрес, ведают наши корреспонденты. Летний призыв во Узбройные силы протягнется до 31 мая включна. За этот час у белорусской армии будет накеровано колядь 2000 призывников Гомельской области, 550 из которых непосредственно гомельчане. Первую партию традиционно накеровано это так званые элитные подразделения, 38-ю десантно-штурмовую бригаду, 5-ю бригаду спецпризначения и военную комендатуру Узбройных сил. Миновитая ей рота гоноровой варты представляет краину подчас усих особливо важных офицейных мероприемствов, а тому и потребования до этих солдат особливые. Рота почетного караула помимо состояния здоровья отменное должно быть рост, вес, это морально-деловые качества соответствующие, не привлекаться к административной ответственности и тем более к уголовной. Их отбирали соответствующим образом, беседовали, подходят они по всем параметрам, ну и соответствующим образом отправим сегодня туда на укомплектование комендатура. Если рота гоноровой варты литерально тварь державы, именно в этих военнослужащих, бачать керовники и других держав на початку визиту в Беларусь, то бойцы подразделения специальных операций и десантники должны быть готовы в любой момент выполнять самые складанные операции подчас боевых действий. Никто не утоевает, будет не просто, но если есть сила воли и старанность, все отрывается. И еще один наказ, который призывникам нравится память обовязково. Армия мощная солдатской дружбой. Праспавтора года они должны вернуться додому уже с усим иншими людьми. Десант – это престижно, вполне элитные войска. Возвращаешься домой, голубой берет, доволен собой. Город такой, что не просто где-то зря полтора года, может быть, потратил, а реально с пользой их провел. И за эти полтора года из себя на самом деле мужчину сделают. 16 мая заблазного сборного пункта будут отправлять будущих похоронечников, а пошняя отправка на проконцы месяца в транспортной части. Олег Сюнцюров, Сергей Негеревич, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель». У «Гомель» пройшли урочистые мероприемства, присвеченные Дню Державного Герба и Державного Стяга Республики Беларусь. Свято означается, что год у другую неделю мая. Стяг, герб и гимн з'являются головными державными атрибутами любой суверенной державы. Яны адлиустровывают историчные, духовные, моральные рисы нации, особливости культуры и святопогляду народа, ягу имкнение до самовызначения и самостойного развития. У «Гомель» святочное мероприемство, присвеченное Дню Державного Герба и Державного Стяга Республики Беларусь, пройшло на головной площади города. По традиции, одной из часток святкования стало уручение членских билетов БРСМ и громадского объединения «Белая Русь». Рады Молодежного Союза пополнили 12 гомельских школьников. Я патриот, люблю свою страну, и мне это очень важно, вступление в такую организацию. Сегодня означается Международный День Сямьи. Заснованный он был у 1993-м годе на Генеральной Ассамблеи ААН. Дарэч, летость подадзены Головного статистичного управления Гомельской области у регионе заключена больше за 9 тысяч шлюбов. Середний взрос грамадзян, які у першыню уступают у шлюб, склав 25 годов у жанчин и 27 у мужчин. Головным призначением Сямьи принято лечить народжение и выхование дятей. У 2016-м годе на свет з'явилися маль 18,5 тысяч немаулят. Середний взросл мати при народжении першого дитяти – 26 годов. День Сямьи, каханье и безпеки провели супрацовники МНС на базе своего лицея. Адукаційно-забавляльное мероприемство для шмадзетных семей было организовано на передаче Дни Международного Дня Сямьи. Под обязанностью у материале Ганны Коральчук. Худка почнется лето, тому поклопатиться об безпечном отпочинку дятей у час летних каникулах повинны усе и у першую чаргу их батьки. Менавито у Сямьи дятя отрымливают першые навыки безпеки и повторяют поводзены дорослых. Тому им потребно бачить только становучие приклады. Усувязи с гэтым, выратовальники нагадали дятям и батькам, як пазбегнуть незвычайных ситуаций. А так само, что робить, коли яны усёш-таки здарылся. В игровой форме показываем, как надо тушить, как пользоваться огнетушителем, что огонь не страшен, если с ним нормально обращаться. То есть дети могут позвонить, то же самое, 101-112. В игровой форме ответить на вопросы, которые они услышат от диспетчера Центра оперативного управления. Им расскажут, как себя вести в лифту с незнакомыми людьми. Им покажут антикриминальный блок, где расскажут и о интернет-безопасности, о вреде наркотиков. Им покажут поведение при ДТП и что надо сделать, чтобы всего этого не допустить. До мероприемства долучилось около 100 человек. Это 20 шмадзетных семья из Гомельской области. Батьки суместно со своими детьми смогли побывать в ситуациях, максимально наближенных до надзвычайных. Подчас занятка у яны отпрацавали на тренажерах день при возникнении надзвычайной ситуации. В середах были проходжение дымового покоя лабиринта, выклик ротовальников, компьютерное тестирование и тушение пожару в огнетушителем. Мы здесь в первый раз, нам очень понравилось, да, сын? Очень понравилось. Подумаем, как бы после шестого класса может сюда придем учиться. Я считаю, что полезны такие выезды для детей и для взрослых. Полезно. Лучше приехать сюда, и как бы, чтобы здесь детям объяснили лучше, чем этого объясняют в школе учители. Семьи поспробовали свои силы у квест-гульни с девяти этапов и смогли отчуть себя у роли выротовальников. Усим удзельникам дали махчимость опрануть боевое одзение и потушить пожар с допомогой ствола от соправданного пожарного автомобиля. На пляцовце фото-видеозоны шмадзетные семьи удзельничали у здымцы семейных видеороликов, которые застанутся им на память. Ганна Коральчук, Сергей Лукашук, телерадо-акомпания «Гомель». Боч за тысячу пионеров и октябрат Гомельщины приняли удел в аурочистых мероприемствах, примиркованных до 95-ти годя пионерского руху. Областное свято началось с аурочистой пионерской линейки на открытой пляцовце каля Гомельского Державного Медицинского Университета. Под час яего гоноровые гости приняли у шероги пионерской организации 95 пионеров и 95 октябрат. Так само организаторы свято дали старт областной патриотичной интернет-флэш-акции «Я люблю Беларусь». Накроме того, гостей мероприемства чакал концерт, дитячие интерактивные пляцовки, объекты гандлю и послух. Прокатиться на велосипеде да яше и в карнавальном костюме. И приемно, и корыстно. У Гомеля отбылся велокарнавал «Вива Ровар». Массовые мероприемства за делом двухколового транспорта набирают популярность. Аматоров велопоездок на долгие и короткие. Дистанции становятся все больше. С массовостью организаторов не возникло проблем и на этот раз. Велосипедисты собрались на площади Ленина. Построились и колонны отправились до ледового палаца. Маршрут пролягал по улицах Советской, Хатаевича и Мазурова. Кто на что сдольный. Удельники упрогоживали и себе, и свои транспортные сродки, на кольких опала фантазия. У пункте призначения вилла аматоров чакали забавляльная программа, конкурсы и розыгрыши призов. Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте. У интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорту вас познайомить Максим Савин.